Продолжаем говорить о культуре и продолжаем направлять вас в выборе приятного времяпрепровождения в эти выходные. Сегодня в Казани открывается очень интересная художественная выставка «Московские казанцы». Так называется проект из работ Веры Вельковиской. О живописце и графике, а также о выставке говорим этим утром с директором Московской галереи Ильдаром Галеевым и искусствоведом Ольгой Улемновой. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Итак, Вера Емунаиловна родилась в Казани, пикое творчество пришелся на 20-е годы прошлого столетия. Много ли работ сохранилось и как они восстанавливались? На самом деле Вера Вельковиская художница, которая в Казани достаточно известна, не только в Казани. Известна как в первую очередь художник-гравер, художник-график, как член графического коллектива «Всадник», известнейшего в объединении 20-х годов. А вот на этой выставке мы ее представляем как живописца и рисовальщика. Эта выставка будет открытием для наших любителей искусства, поскольку ни живопись ее не видели, ну, фактически 100 лет уже никто. Подавляющее большинство ее рисунков тоже не видели. Все это хранилось в очень, почас не очень хороших условиях, в разных ответвлениях большого рода Вельковиских, известного в свое время в Казани. Представители и науки, и культуры внесли свой вклад в культуру нашего города, нашей республики. И вот буквально в течение нескольких последних лет внучатая племянница художницы Наталья Эммануиловна Вельковиская занялась тем, что она стала собирать в разных городах Казань, Москва, Петербург, Алма-Ата, Торонто произведения своей родственницы. И вложила, ну, просто колоссальные состояния труд в реставрацию этих произведений. Вообще далеко не каждому художнику повезло в том, что к его наследию так бережно относятся. Это правда, да. Я должен добавить, что для меня Вера Эммануиловна Вельковиская, ну, я ее вообще как бы ощущаю как нашу современницу. Настолько актуально ее творчество и актуальна ее жизнь. Можно проводить параллели между той ситуацией, в которой вызревал ее талант сто лет назад, и сегодняшней ситуацией. И вообще пример жизни и творчества Веры Вельковиской – это для юноши, обдумывающему житье, если перефразировать слова Владимира Маяковского, это очень хороший пример, потому что это способ, талант достичь успеха в отдельно взятом каком-то виде творческой деятельности. Ее творчество на тот момент было очень актуальным. Это часть актуального искусства. Если проводить какое-то сравнение с сегодняшними днями, то творчество Веры Вельковиской не только для Казани, но и для России имеет особое значение. Она участвовала во многих известных выставках в 20-х годах, приобрела известность, славу. Но впоследствии наступило десятилетие забвения. И сейчас мы делаем все необходимое, все, что возможно в наших силах, чтобы реанимировать ее творчество, показать ее жизнь во всех ее границах. Вот почему проект называется «Московские казанцы»? Вот вы сами причисляете себя? Я отвечу на этот вопрос. На самом деле это целая серия выставок. И Вера Вельковиская – это лишь первая выставка из этой серии. И будут представлены выставки художников. То есть это не только ее работы будут так называться? Не только ее осенью. Будет еще несколько выставок, которые пройдут под этим же наименованием «Московские казанцы», но это будут уже другие художники. Просто на самом деле в 1920-е годы целая когорта казанских художников, которые здесь имели успех, очень активно творили, были вынуждены уехать из Казани вследствие сложившейся не очень благоприятной обстановки в художественном мире. И обосновались большей частью в Москве. Там сложилось целое такое землячество, можно сказать, казанцев. И вот это выражение «Московские казанцы» – это выражение одного из ярких представителей этого сообщества Константина Чеботарева, чья выставка, кстати, уже тоже прошла в музее. Тогда просто у нас не пришла в голову такая идея объединить все это одним названием. И мы будем представлять творчество и Дмитрия Мощевитина, и Дмитрия Красильника, Дмитрия Ежилова. Владимира Кудряшова. Владимир Кудряшов уже был представлен в Галеево-галерее. И вот хочу сказать, что тут есть еще и второй смысл у этого проекта, второй подтекст, потому что современный московский казанец Эльдар Галеев – давний партнер и очень верный партнер музея, очень добрый партнер музея в разных художественных проектах. Он тоже является соратником в подготовке этих выставок и всего этого проекта. Я, кстати говоря, жил в Казани на улице Шамиля Усманова, в двух шагах отсюда, вот где мы сейчас с вами находимся. То есть вам здесь все родное и знакомое, могу сказать. Ну что ж, московские казанцы запомнили эту выставку, обязательно посетим. Мы им поинтересуемся о творчестве наших земляков почти сто лет назад.